Предновогодний физкульт-привет. Это спортивная среда с итогами уходящего 2019-го. В этом году ивановские спортсмены много раз поднимались на пьедесталы соревнований и российских, и мировых. В их копилке 128 медалей чемпионатов и первенств России и 66 Европы и мира. Всех триумфаторов перечислить невозможно. Напомним, самые яркие спортивные события. По всем видам спорта есть прогресс. Особенно хотелось бы отметить такие направления, как плавание, которое у нас в принципе некоторое время не давало тех результатов, которых ожидали, но прогресс пошел. Тэквондо нас радует, художественная гимнастика, большое количество мастеров и сборники есть, хорошие результаты показывают. Кроме этого, Федерация стилевого карате продолжает у нас завоевывать первые места на соревнованиях, даже в командных зачетах ездя по России. В общем-то много-много есть чем гордиться и приятно понимать, что как те спортсмены, к которым мы уже привыкли, так взять наших конькобежцев, Елену Сахарякову, да, все выступления, которые следим, Гуляева, то есть в общем-то все-все-все нас продолжают радовать, да, но при всем при этом появляются новые звездочки, то есть говорю, что везде есть и кандидаты, и мастера, сейчас подводим итоги, их довольно много. В прямом смысле взлетела к мировым спортивным высотам ивановская батутистка Екатерина Кунгурцева. Осенью спортсменка стала лучшей в России и отобралась на первенство мира, где стала третьей в индивидуальных соревнованиях по прыжкам на батуте. На двойном мини-трампе Екатерине досталось серебро. Международный пьедестал, но уже по художественной гимнастике покорила еще одна юная леди. Воспитанница Ивановской специализированной спортивной школы Олимпийского резерва номер два Владислава Шаронова весной вошла в национальную сборную и в конце года собрала практически все возможные награды международного турнира, который проходил в Словакии. Стала победительницей в многобории и четырех видах программы в финале соревнований. Достоин упоминания также триумф ивановского боксера Никиты Лебедева. Летом юноша вернулся из Румынии, где проходило первенство Европы с серебряной медалью. Нельзя не упомянуть виды спорта, к которым приковано внимание большинства ивановцев. Это, конечно, футбол и баскетбол. Ивановский текстильщик в этом году досрочно одержал победу в России по футболу зоны Запад и завоевал право выступать в ФНЛ. Вот только пока дела у красно-черных обстоят неважно. На зимний перерыв команда ушла с результатом пять побед, две ничьих и 18 поражений на предпоследней, девятнадцатой строчке турнирной таблицы. Совсем недавно стало известно об уходе главного тренера-текстильщика Дениса Бояринцева. Но есть в первенстве ФНЛ и положительные моменты. Осенью, наконец, завершилось обновление стадиона «Текстильщик». Теперь он полностью соответствует строгим требованиям федералов, а ивановцы могут наблюдать за любимым клубом с родных трибун. Остается надеяться, что в 2020-м красно-черные вернут расположение спортивной фортуны и начнут радовать своих болельщиков. Женский баскетбольный клуб «Динамо Энергия» выступает в Суперлиге 2. К концу года наши девчонки подошли с неплохим результатом. Команда на четвертой строчке турнирной таблицы. В 2019-м останется много ярких побед, но главное – также успешно войти в 2020-й. Для того, чтобы взрастить новые спортивные таланты, только работы тренеров недостаточно. Нужны условия для тренировок. «Инфраструктурные прорывы нельзя не отметить. Достроили мы, наконец, ввели родники. Это для нас большой комплекс, который, я думаю, будет принимать в том числе соревнования самого разного уровня. Самое главное, что в родниках появился бассейн. Этого долго ждало население. То есть там будет открыто отделение по плаванию. В общем-то плавание, как я говорил, будет получать развитие. Кроме того, ведутся работы по достройке дворца игровых видов спорта. Ожидаем, что в следующем году они будут завершены. В общем-то год насыщенный. Год, скажем так, есть чем похвастаться, есть над чем еще поработать. На этом все. Желаем вам в новом году побеждать во всем и болеть только спортом. Пока-пока!